Привет, друзья! Вы на канале InvestCoin. Меня зовут Владимир Савенков. В этом видео я расскажу, как пополнить ваш баланс на криптобирже Bybit с помощью вашей банковской карты любого банка, любой страны, в любой валюте. Также расскажу, как выполнить перевод с другой криптобиржи или к другого криптокошелька. Вы можете пополнить баланс даже с другого аккаунта на бирже Bybit. И в конце я расскажу про свой гибридный способ, который я использую для максимально выгодного пополнения со своей банковской картой, в какой бы стране я ни находился. Если вы еще не зарегистрированы на криптобирже Bybit, используйте нашу ссылку в описании, потому что здесь действительно самые выгодные условия при регистрации. Вы получаете до 30 тысяч долларов плюс мерчбокс. Также у нас регулярно проводятся разные конкурсы для наших партнеров. Для тех, кто зарегистрирован по нашей ссылке, мы проводим раздачи, иногда рулетки, где вы можете просто за обычные задания получать шансы крутить эту рулетку и получать бесплатно монеты. Все это мы делаем в партнерстве с Bybit. Именно поэтому у нас самые выгодные условия для регистрации. У нас есть отдельная страница. Чекните у других блогеров, таких страниц нет. И я вас уверяю, никто не делает такие крутые условия и акции. Для того, чтобы нам были доступны все способы пополнения, для начала нужно пройти KYC верификацию на бирже Bybit. Это достаточно простая верификация личности, которая проходится прямо при регистрации. И я думаю, что вы уже ее прошли. Теперь вам остается лишь перейти в раздел «Купить криптовалюту», которая находится здесь слева вверху, и выбрать P2P торговля. Потому что именно этот способ пополнения с вашей банковской карты не облагается никакой комиссии со стороны биржи. 0% комиссия, и вы можете с нулевой комиссией пополнить свой баланс на Bybit. Далее нам нужно заполнить некоторые поля. Выбираем «Покупка или продажа криптовалюту». Мы будем покупать криптовалюту, поэтому выберем «Покупка». Далее выбираем, в какой криптовалюте мы будем пополнять свой баланс. Мы будем переводить, для примера я сегодня возьму, переведу с банковской карточкой Тинькофф, рубли. Что я хочу получить? Я отправляю рубли, получу либо USDT, либо Bitcoin, Ethereum, USDC. Самое выгодное это USDT, поэтому выбирайте его, потом уже на бирже купите биткоин. Так будет гораздо выгоднее, поэтому выбирайте USDT. Далее выбирайте валюту, в которой вы будете совершать перевод, который вы будете пополнять. Давайте я здесь выберу рубли. Далее выбираем способ оплаты. Я укажу Тинькофф. Выбирайте банк, с которого вы будете производить пополнение. Если же у вас, например, Сбербанк, то здесь он есть, но продавцов с ним не будет. Поэтому выбирайте не Сбербанк, а Росбанк. Росбанк – это тоже самый Сбербанк, просто для обхода ограничений использует название Росбанк. И именно на криптобирже Bybit я имею в виду, именно на криптобиржах чаще всего указывают Росбанк, но перевод по Сберу. Я знаю, что есть отдельный банк Росбанк, но все продавцы, которые здесь указывают Росбанк, они предполагают, что перевод будет именно по Сбербанку. Здесь вы можете выбрать абсолютно любой банк в любой стране. Я выберу Тинькофф. И теперь вот здесь мне нужно ввести сумму пополнения. Я буду пополнять на 1000 рублей. Здесь сумму вводим именно в рублях. И внизу мы видим очень много продавцов. Вы, конечно же, спросите, что за продавцы такие, что они продают. Почему нельзя пополнить просто на биржу, ввести номер карточки и пополнить, зачем какие-то продавцы нужны. Продавцы – это те люди, которые профессионально занимаются тем, что пополняют или выводят деньги с биржи. Вот здесь слева вы видите продавцов и написано, сколько у них исполнено уже сделок. Например, 701 сделка, 7 сделок, то есть какой-то новичок. Есть 200 сделок, есть 3000 сделок. Далее написано процент успешных сделок за 30 дней. Процент успешных – это значит состоявшихся сделок. Здесь вас продавец не может кинуть, если написано 99% успешных за 30 дней. Это не значит, что 1% он кому-то не перевел деньги, он кого-то обманул. Такое невозможно, потому что на время вашего пополнения деньги у продавца замораживаются. И до тех пор, пока вы не переведете ему средства, и он это не подтвердит, деньги вам не придут и продавец их получить не сможет. В случае разногласия или если кто-то захочет кого-то кинуть, Bybit вмешивается в сделку. И техподдержка решает, кто действительно перевел деньги, а кто пытался обмануть. То есть риск здесь нулевой. А из-за чего сделка может не состояться, из-за чего процент не 100, например, а 97. Например, если продавец не увидел сделку, проспал, не перевел деньги, и заказ, например, закрылся от того, что истекло время сделки. И все как бы остались при своих деньгах. То есть здесь просто с такой большей пунктуальностью связан чаще всего вот этот процент выполнения. Но выбирайте, где процент выполнения, конечно, больше. И вот 700 заказов исполнено, это уже хорошо, хороший продавец. Также смотрите, чтобы он был онлайн. Если увидите, что он был онлайн, там, активность менее часа назад. Но это значит, что он давно уже не был в сети. И возможно, когда вы откроете сделку, он может не увидеть, придет ему уведомление, не придет. Выбирайте продавцов, которые онлайн. Смотрите на цену. Цена здесь выше, чем биржевой курс. Вы скажете, почему на бирже доллар стоит одну цену, а здесь другую. Когда вы заводите в криптовалюту, цена априори выше, потому что такие правила игры в крипте. И это не только в рублях. На самом деле в Турции, например, в лирах то же самое. Когда вы заводите, то курс, он чуть выше, чем биржевой. Но зато, когда вы выводите деньги, то вы тоже по такому же курсу выводите деньги назад. То есть вы можете с криптовалюты вывести в рубли тоже по такому высокому курсу. Ну, он чуть выше, да, такое есть. Но еще раз, это самый выгодный способ пополнения P2P. Как раз таки с помощью того, что здесь есть продавцы и реальные люди, здесь самый выгодный способ для пополнения биржи. Чуть позже я расскажу, как пополнить напрямую без P2P, но там будет больше комиссия. Не все карты подойдут, не все страны подойдут, а здесь же ограничений нет никаких. В любой стране, в Грузии, в Сербии, Словакии, Словении, Украине, России, где угодно, будут продавцы, которые будут на любую карту выводить местную валюту. Далее написано, сколько у продавца осталось USDT и какие у него лимиты. Лимиты написаны от 500 рублей до 50 тысяч рублей. Мы просто здесь в фильтрах указали 1000 рублей, а так бывают продавцы, которые не хотят возиться с мелкими суммами и пополняют только там от 100 тысяч рублей или от 200 тысяч рублей. У таких продавцов обычно выгоднее курс, у них выгоднее покупать, но они работают только с большими суммами. Далее написано, способ оплаты, есть кнопочка купить USDT. Мы нажимаем купить USDT. Вот здесь слева обычно продавец пишет примечания, я онлайн, готов к сделке, не принимая платежа от третьих лиц, то есть вы должны переводить только со своей карты. Не оставляйте комментарии при переводе, не принимая PSBP. Перевод строго теньков на теньков. С других банков тоже не принимаю. Работаю в порядке очереди. Окей. Еще раз написана цена, по которой мы будем покупать. Указываем здесь сумму 1000 рублей и нажимаем покупка. Слева находится окошко нашей сделки, справа находится чат, куда нам может писать продавец. Продавец может что-то уточнить, вы у него можете что-то уточнить, написав ему в чат, то есть здесь можете с ним общаться. Вот здесь у нас написано, что нужно сделать. Используйте свою карту, вот Владимир Савенков, то есть я должен со своей карты переводить, не с карты третьего лица, я должен со своей карты переводить, это я и буду делать. Вот здесь написано, сколько у меня есть минут, 14 минут и вот столько секунд. В течение этого времени я должен совершить перевод. Далее выбираю способ оплаты теньков, нажимаю и у меня появляется фамилия и имя человека, получателя и номер банковской карты. Что я дальше делаю? Захожу в теньков, нажимаю перевести по номеру карты и вот здесь я вписываю номер карты, вот сюда. Я думаю, как делать переводы внутри банков, вы знаете. Для того, чтобы мне легче было вписывать этот номер карты, с компьютера, например, если вы все делаете, как и я, вы можете нажать на вот эту кнопочку в теньков банке, для того, чтобы отсканировать карту. Отсканировать я просто навожу на его номер карты, он у меня автоматически заполняется. Здесь написано то, что фамилия и имя Семен и здесь в получателе тоже написано Семен. То есть совпадает имя в теньков и совпадает имя вот здесь на сайте Bybit. Все правильно. Нажимаю 1000 рублей перевести. Перевод успешно выполнен. Я перехожу на Bybit и нажимаю платеж выполнен. Ставлю галочку о том, что я переводил со своей карты и нажимаю подтверждаю. После чего мне нужно будет ждать, когда продавец подтвердит получение средств. Обычно это происходит очень быстро. В случае чего есть кнопочка отправить апелляцию и вы можете позвать поддержку Bybit, если вдруг что-то пойдет не так. Но обычно все происходит очень быстро. Самое главное не забудьте нажать кнопку, что вы отправили средства. Вот уже, кстати, у нас на экране появилась надпись о том, что продавец подтвердил сделку. И мы получили 12 долларов и 37 центов. Нажимаю кнопку готово. Далее в разделе активы могу выбрать аккаунт для финансирования. И вот здесь я увижу свои доллары. Я до этого записывал первый дубль видео. И поэтому у меня здесь в два раза больше денег. Потому что уже на 1000 рублей пополнял. Все, эти деньги можем использовать для торговли на бирже Bybit. Для того, чтобы покупать и продавать криптовалюту, нужно перейти в раздел перевести. Вот здесь справа вверху. Перевести с аккаунта для финансирования на единоторговый. Все 24 доллара, например. И теперь я могу переходить к спотовой торговле. Торговать. Спотовая торговля. И здесь покупать биткоин, эфириум, все что угодно. Могу торговать на фьючерсах. У меня есть отдельное видео по фьючерсам и по споту. Если вам это интересно, перейдите по ссылочке в описании и посмотрите. Следующий способ пополнения – это пополнение с криптокошелька или криптобиржи. Также вот здесь слева вверху выбираем «Купить криптовалюту» и выбираем «Ввод криптовалюты». Здесь выбираем монету. У меня на криптобирже, другой криптобирже Binance, есть USDT. Поэтому в монету выбираю USDT. Здесь уже в зависимости от того, какая монета у вас есть, комиссия сильно не будет различаться, потому что все зависит от сети перевода. Значит, здесь мы выбираем «Сеть». А вот какую сеть выбрать, давайте решим в зависимости от того, с помощью чего мы будем оплачивать. Я буду переводить с криптобиржи Binance. Захожу на криптобиржу Binance, перехожу в раздел «Кошелек» и выбираю здесь «Фиат и спот». Вот здесь, справа вверху. Далее в своем кошельке я нахожу USDT. И напротив этих USDT выбираю кнопку «Вывод». Далее мне нужно ввести адрес кошелька и сеть, по которой я буду переводить. Это на криптобирже Binance сейчас происходит, на другой криптобирже, с которой я вывожу деньги. В разделе «Сеть» я могу сюда просто нажать и посмотреть все сети, и посмотреть, какие комиссии есть в этих сетях. Это очень важно, потому что если я выберу сеть «Эфириум» для перевода USDT, то в сети «Эфириум» за обычный перевод, который будет идти 5 минут, я заплачу 7 долларов. Но если я выберу просто другую сеть Binance Smart Chain, например, вот она, вот эту сеть, то за те же 5 минут я получу деньги, но заплачу 29 центов. Здесь 30 центов, а здесь 7 долларов. Представляете, а перевод 1. И тут даже от суммы не зависит. Вы можете и 10 тысяч, и 20, и 50 тысяч долларов перевести, и заплатите, например, всего 30 центов, если будете использовать сеть Binance Smart Chain. Также можно использовать еще сеть Matic Polygon. Здесь 19 центов комиссия, она еще ниже, но время зачисления 15 минут. Если время есть, можете использовать эту сеть. Я же буду использовать Binance Smart Chain, она здесь называется, даже в скобочках написано, BIP20. Выбираю ее, нажимаю «Да, я уверен», и проверяю на бирже Binance, у меня выбраны USDT и сеть BSK BIP20. Перехожу на Bybit, и здесь также выбираю USDT, проверяю и вид сети, у меня здесь стоит CRC20. Мне нужно поменять на BIP20. Вот она, BIP20, здесь нажимаю «Понятно», вот на кнопочку, и у меня появляется адрес депозита. Это адрес моего кошелька, на который мне нужно перевести деньги по сети BIP20. Нажимаю «Копировать», это сейчас на Bybit я скопировал, а на бирже Binance я нажимаю «Вставить». «Вставить», и еще раз меня просят выбрать сеть. Все, теперь я лишь вписываю сумму для перевода, например, это 100 долларов, мне придет 99 долларов и 71 цент, потому что 29 центов, вот здесь написано, составляет комиссия сети. Нажимаю кнопку «Вывод», «Подтвердить», «Продолжить», и здесь заполняю вот эти данные аутентификации, получаю код на почту, нажимаю «Получить», получаю код на телефон, нажимаю «Получить», ввожу код аутентификации из Google Аутентификатор, все, нажимаю кнопку «Отправить», и я вижу сообщение, что вывод средств успешно отправлен. Иногда может вылезти такое окошко, что ваш запрос на вывод средств рассматривается и замет около 12 часов, и такое окошко на самом деле выскакивает часто, но перевод все равно происходит быстро. Нажимаю «Завершить», и если лисну ниже, то увижу недавние выводы, и вот он мой вывод на 99 долларов. Мне нужно получить 15 подтверждений сети. Для этого мне просто нужно ждать, примерно вывод занимает 5 минут, но на самом деле это все быстрее, я думаю, минуты за 2 мы деньги получим. Где мы их увидим? Переходим на биржу Bybit, здесь в разделе «Активы» справа, нажимаем на свой баланс, и вот здесь справа мы должны будем увидеть с вами транзакцию о вводе криптовалюты. Давайте на Binance обновимся. Мы видим, что уже 12 подтверждений с 15 было получено, поэтому на бирже Bybit тоже можем обновить страничку. И вот здесь мы видим историю недавних депозитов и выводов. Справа здесь мы видим наш ввод на 99 долларов 71 цент. Он все еще в ожидании, потому что еще транзакция в сети идет. Но можем обновить страничку, я думаю, что уже все будет получено. Все еще в ожидании. То есть он еще не поступил на биржу, но мы уже видим его, то, что биржа видит наш перевод, она как бы нам сообщает, все хорошо, мы видим твои деньги. Просто еще не получены нужные подтверждения сети. Как только деньги получим, нам, кстати, придет письмо на почту. И вот здесь мы тоже видим, что у нас перевод завершен. Написано «завершено». Значит, что деньги поступили нам на баланс. Они мне поступили сразу на единый торговый аккаунт, вот сюда, на этот кошелек. Потому что при пополнении, вот здесь внизу, я мог выбрать, куда поступят мне деньги. На единый торговый аккаунт, либо на финансирование. У меня выбран на единый торговый. Далее мы можем получить деньги от другого пользователя, у которого тоже есть аккаунт на бирже Bybit. Например, это наш друг, и зачем ему переводить через крипто-сеть? Если у него есть аккаунт на Bybit, у вас есть аккаунт на Bybit, он может перевести напрямую вам на аккаунт. Для этого ему, вашему другу, нужно нажать на раздел «Активы» и здесь нажать кнопку «Вывести». Вот здесь еще раз нажимаем «Вывести». Выбираем внутренний перевод, потому что это не перевод в блокчейн, а внутренний перевод. Выбираем монету USDT, к примеру. Монету можем выбрать любую. И адрес аккаунта назначения выбираем либо адрес электронной почты, либо номер телефона. То есть он может перевести нам по адресу электронной почты, которая привязана к нашему аккаунту, либо по номеру телефона, который тоже привязан к нашему аккаунту. Вводит здесь сумму и нажимает «Подтвердить». Как вы видите, даже при сумме в 10 тысяч долларов комиссия нулевая. Ну и это самый быстрый перевод, потому что он совершается внутри биржи Bybit. Следующий способ пополнения – это пополнение напрямую с вашей банковской картой. Выгоднее ли это, чем P2P? Ну как посмотреть. Нужно сравнивать курсы и нужно смотреть конкретные примеры в конкретных банках, конкретной валюте. Иногда бывает и выгоднее. Иногда выгоднее P2P. Для того, чтобы совершить пополнение с банковской карты, выбираем «Купить криптовалюту» и выбираем здесь «Депозит в фиатной валюте». Вот тут. Далее выбираем валюту, в которой будем пополнять. Например, если я выберу турецкую лиру, то здесь всего лишь два способа пополнения. Это AdvoCash и VakivBank – один из турецких банков. Если же я выберу доллар, то здесь у меня будет гораздо больше способов пополнения. Это и SWIFT-перевод, это и банковский перевод для банков США. Но вот в последнее время здесь очень часто технические работы для SWIFT-переводов. Все зависит, опять же, от той валюты, в которую вы переводите, от той страны, в которой у вас пройдена верификация. Например, в евро можно пополнять просто с банковской картой. 30 евро центов комиссия берется от одного до трех рабочих дней пополнения. Да, не моментальное можно пополнить с помощью вот такого сервиса ZEN. Здесь моментальное пополнение, но комиссия 0.92%, почти что 1%. Если выберем рубли, то здесь есть неплохой способ пополнить через Kiwi, но это 1.5%. Либо с обычной банковской карты, но это тоже будет 1.5% комиссия. Если выбрать украинскую гривну, то пополнение доступно только через AdvoCash. С одной стороны, почему так мало способов пополнения в гривне, можно было бы сделать больше. Но с другой стороны, вы всегда можете использовать доллар. Так как в Украине, насколько я знаю, нет проблем со SWIFT-переводами. Вы можете перевести по SWIFT-у, либо можете использовать евро и на своей банковской карте в евро просто пополнить с банковской карты. Нет, кстати, сейчас проверил. Пополнения с банковской карты для Украины нет. Здесь вот список стран, именно европейские страны, страны Евросоюза. Потому что перевод выполняется через Сепа. Ну вот, то есть так. Нужно смотреть в зависимости от той страны, где вы находитесь, где у вас выпущена карта и уже исходить из этого. Bybit сделал для удобства отдельный сервис с покупкой в один клик. Вот здесь слева вверху тоже выбираете купить криптовалюту, покупка в один клик. Где вы можете просто сравнить сразу же все доступные вам способы для пополнения. Например, у вас есть рубли. Вводите здесь сумму, сколько у вас есть. И нажимаете на раздел «Способ оплаты». Здесь показаны все способы оплаты, которые вам доступны. Это и вот обычные способы через Kiwi, через банк. Просто далее показаны P2P-способы. Я думаю, вы понимаете, что P2P выгоднее. Вот посмотрите на те курсы, которые есть для пополнения здесь и через P2P. Через P2P гораздо выгоднее, чем через Kiwi, чем просто через локальную банковскую карту. Но это опять же только в рублях. Где-то, возможно, выгоднее и простое пополнение. Но всегда помните, мне иногда люди пишут, что мне делать потом с этими евро, которые я пополнил. Если вы пополняете в евро именно напрямую с карты, через Сепу, например, то потом вам нужно перейти еще раз сюда, выбрать здесь евро и выбрать здесь количество. Например, 3000 евро. И вот здесь в «Способ оплаты» выбрать евро-баланс. И вам нужно будет уже с баланса перевести в евро в USDT. Благо здесь вот курс на евро достаточно выгодный. Ну как выгодный? Доллар и так стоит дешевле, чем евро. Но здесь за 0.91 евро вы получаете 1 доллар. А биржевой курс евро вот такой. То есть здесь вы переплачиваете всего 0.5%. Вот так. Как делаю я? Как пополняю я баланс на криптобиржах? Я использую гибридный способ. Я пополняю сначала через P2P на криптобирже Binance. Зачастую потому, что на Binance более выгодные курсы. В разделе «Купить криптовалюту» убираю P2P торговля. Что касается P2P. Почему на Binance выгодные курсы? Потому что просто больше людей торгуют на Binance. Больше конкуренции. Соответственно, курсы приходится делать выгоднее. Например, и на Binance, и на Bybit выберем рубли. Введем в способ оплаты Тинькофф. Сумму в 10 тысяч рублей. Ну вот здесь, кстати, на Bybit курс 80.73. На Binance курс тоже 80.73. Но если мы, например, сумму уменьшим до 1000 рублей, то на Bybit курс 80.72. Но это один продавец всего. Так 80.79. На Binance также 80.73. То есть здесь даже 80.80. В общем, сейчас, в данный момент, за рубли выгоднее покупать на Bybit. Все зависит, на самом деле, от валюты, от конкретной ситуации. Так что смотрите и проверяйте. Я использую иногда Binance, потому что здесь бывают выгоднее курсы за счет того, что больше продавцов. Ну, как видите, например, сейчас выгоднее на Bybit. Самое главное, что я дал вам инструмент, которым вы можете пользоваться и пополнять криптобиржу с помощью банковской карты и с помощью перевода. Если вы покупаете на Binance, абсолютно так же выглядит интерфейс. Нажимаете «Купить USDT», вводите сумму и покупаете с банковской карты через P2P на Binance. Далее нажимаете «Перевод» в своем кошельке, «Вывод» нажимаете, а на Bybit нажимаете «Ввод». И также переводите с биржи на биржу. То есть второй инструмент, который я показывал, как переводить с Binance на Bybit. Этих же знаний вам будет достаточно, чтобы зарабатывать на этом. Потому что есть люди, вот те же самые продавцы, которые продают вам монеты. Они зарабатывают на том, что они видят разницу в курсах и арбитражат. Переводят монету на карту, потом, наоборот, с карты переводят на биржу. Прогоняют их через определенную цепочку, в которой они получают небольшой процент. Вы можете делать точно так же, если будете наблюдать за курсами, если будете это анализировать. Есть специальные ресурсы, которые помогают вам находить такие связки. В общем, это уже тема для другого ролика. Здесь мы с вами просто про ввод криптовалюты поговорили. Просто рассказываю вам, как можно это оптимизировать и еще по более выгодному курсу купить криптовалюту. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что данное видео было для вас полезным и интересным. Поставьте ему лайк, если это так. Задавайте свои вопросы в комментариях, если у вас остались. Регистрируйтесь на бирже Binance и Bybit по нашим ссылкам, потому что мы являемся партнерами бирж, которые находятся у нас в описании. И у нас самые выгодные условия при регистрации на этих биржах. Всем удачи и больших заработков. Пока!